В Слонимском военкомате началась приписка юношей 2004 года рождения. Отныне ребята из допризывника переходят в статус призывника с получением соответствующего удостоверения. Согласно решению Слонимского районного исполнительного комитета 10 сентября 2019 года номер 805, сегодня в Слонимском районе начинается мероприятие постановки граждан 2004 года на воинский учет. С сегодняшнего дня наши граждане получат удостоверение призывника и будут являться уже призывниками. Через два года с 18 лет они могут быть отправлены на срочную военную службу, службу в резерве. Проведено занятие с медицинским персоналом, граждане сегодня проходят медицинское освидетельствование, по результатам которого будет дана годность их к прохождению дальнейшему службы или состоянию на воинском учете. В течение года мы планируем поставить на воинский учет до 400 граждан Слонимского района. В 2019 году мы порядка 330 граждан поставили на учет и в этом году где-то такая же цифра будет в районе 330-350. Ребята проходят первую медкомиссию, которая определяет степень годности к военной службе. При необходимости призывники направляются на медобследование. В статусе призывника юноши будут до 18 лет. В этот период ведется кропотливая работа по отбору кандидатов для поступления в военные учебные заведения. К слову, 10 февраля планируется проведение дня открытых дверей на базе средней школы номер 9. Начиная с 1 января 2020 года начали активно проводить кампанию именно по поступлению, по отбору на поступление в высшие военные учебные заведения из числа призывной молодежи, непосредственно призывников. В чем это отображается работа? В проведении агитации в различных учебных заведениях. При непосредственно проведении мероприятий приписки доводим о возможности поступления в различные высшие военные учебные заведения Республики Беларусь, Российской Федерации, а также на военные факультеты, учреждения образования гражданских. Кстати, вот в Российскую Федерацию на тех же основаниях, что и в белорусские учебные заведения? Да, на тех же самых основаниях. Единственное, необходимо сдать определенный пройти конкурс, опять же, централизованное тестирование. В зависимости от выбора факультетов и специальности необходимо будет пройти физическую подготовку, сдать нормативы. Где-то, возможно, в зависимости от факультета плавание, поэтому есть определенные нюансы и моменты. Отдаются предпочтения больше тыловым специальностям, значит, больше касательно продовольствия и либо же вещевого обеспечения. В прошлом году больше поступало именно в Гродненский государственный университет имени Анки Купалы на специальности, опять же, на военный факультет по специальностям тыловика. Порядка 25 человек изъявило желание поступать в высшее военноучебное заведение. С достоинством прошли в районе все испытания, то есть прошли профессиональный отбор, то есть тестирование, а также сдали физическую подготовку. Однако поступило в высшее военноучебное заведение 13 человек, то есть 12 человек, по сути, не поступило в связи с тем, что не хватило баллов централизованного тестирования. Уже порядка 10 человек изъявили желание, написали заявление о том, что изъявили желание поступать в высшее военноучебное заведение, уже сдают анализы. То есть изначально уже набралось, ну, скажем так, довольно-таки неплохое количество молодых людей, вот, ну а дальше будем видеть, как они пройдут медкомиссию, с каким качеством, ну и, соответственно, все дальнейшие этапы. Большинство призывников настроены оптимистически к предстоящей военной службе. Кто-то уже мечтает об офицерской службе. Лавковский Егор Дмитриевич. Ты в какой школе учишься? Я в гимназии. Десятый класс еще? Девятый. Девятый класс? Скажи, хотел бы служить вам? А почему бы и нет? Ну, сейчас посмотрим по состоянию моего здоровья, и тогда уже решим, как повезет, не повезет. Ну что, есть какие-то проблемы? Небольшие какие-то проблемы есть, но, в принципе, посмотрим. Время покажет.